мои хорошие всем огромный привет сегодня мы с вами поговорим на такую больную тему как колготки поговорим обо всем обо всем как идеально подобрать колготки на что стоит обращать внимание про плотность про состав поговорим на такую спорную тему как телесные колготки про цветные колготки поговорим про теплые колготки на зиму про правила сочетания про фактуры и так далее и так далее в общем постараюсь сделать это видео максимально полезным и информативным для вас такой скажем гид по колготкам так что если вам интересно то обязательно продолжайте смотреть первое что бросается в глаза когда мы берем упаковку с колготками это размер и тут я не буду долго останавливаться потому что скорее всего у вас и так проблем нет но в любом случае на каждой упаковке указана размерная сетка по которой можно очень легко определить свой размер иногда даже две размерных сетки по соотношению роста и веса и по вашим параметрам например составе капроновых колготок чаще всего полиамид и эластан который иногда еще называют лайкры на самом же деле лайкра это и есть эластан это просто название самого известного бренда который производит эластан есть еще менее известные такие как спандекс и дорил астана на самом деле спандекс дорил астан лайкра это все и есть эластан и очень важно смотреть на процентное соотношение полиамиды и эластана в колготках оптимальное содержание эластана в колготках должно быть 8-20 процентов если содержание эластана меньше 8 процентов это значит что он содержится только в поясе у колготок то То есть они будут плохо держать форму и быстро вытянутся. Если содержание эластана от 20 до 35%, это значит, что колготки уже дают такой корректирующий эффект. Они будут утягивать животик и бедра, но нужно понимать, что такие колготки замедляют кровообращение, поэтому не нужно ими злоупотреблять, не нужно носить их на повседневной основе. Бывает еще такое, что содержание эластана более 40%, но это чаще всего в каких-то лечебных колготках, которые продаются в аптеках. Если на упаковке есть символ микротекс, это означает, что в составе колготок есть микрофибра. Микрофибра это вообще очень классная штука. Колготки с содержанием микрофибры всегда более плотные, они более матовые, менее прозрачные, более приятные к телу. Вообще микрофибра очень приятный на ощупь материал и, что самое главное, они лучше сохраняют тепло. В более плотных утепленных колготках на зиму также помимо эластана и полиамита могут содержаться хлопок, вискоза и шерсть. То есть колготки с хлопком, они более гладкой текстуры, чем колготки с шерстью. Шерсть у них такая более рыхлая текстура. Далее рассмотрим такой показатель, как количество ден. Количество ден влияет на плотность колготок. Вообще, если говорить научным языком, то ден или денье это масса нити длиной 9 километров. То есть 20 ден означает, что масса нити длиной 9 километров будет 20 граммов. Большое заблуждение, что количество ден влияет на прозрачность колготок. Прозрачность и плотность это немного разные вещи. Так, например, могут быть совершенно непрозрачными колготки 40 ден и одновременно прозрачными колготки 70 ден. Прозрачность, она зависит от волокна. Количество ден влияет на плотность. Таким образом, чем больше ден, тем плотнее колготки. Самая маленькая плотность, насколько я знаю, где-то 8 ден. На демисезонный период лучше выбирать колготки 15-30 ден. Ну и на зиму, соответственно, 30 и выше. Существуют колготки с очень большим количеством ден. У меня, например, самые теплые колготки это 600 ден. Представляете? Такие термолеггинсы с начосом внутри от бренда Minimi. Это вообще, наверное, самые теплые колготки в моей жизни. Ну и помимо плотности состава, я всегда стараюсь принципиально выбирать колготки с широким поясом. Потому что он не перекручивается, он лучше держится, он менее заметен под одеждой. И плюс он немного утягивает живот. Также я всегда стараюсь брать колготки с плоскими швами. Потому что, опять же, они более комфортные и менее заметны под одеждой. Какие еще могут быть обозначения на упаковке с колготками? Это наличие ластовицы. Такой ромбовидный кусочек между ног. Она есть не на всех колготках. Ластовица может быть качественная, такая уплотненная, хлопковая. В таких случаях даже не обязательно носить белье. И в более бюджетных моделях она из того же материала, что сами колготки или вовсе отсутствуют. Также колготки могут быть с уплотненными шортиками, с красивыми ажурными трусиками. Могут быть на высокой посадке, на низкой посадке, с уплотненным носочком, с уплотненным мыском. В общем, здесь уже дело полностью ваших предпочтений. Единственное, если вы носите короткие шорты и короткие юбки, я бы вам не советовала покупать колготки с такими нарисованными, уплотненными шортиками. Но в принципе это очевидно, чтобы не было риска, что эти самые шортики предательски выглянут из-под вашей короткой юбки. Ни что так не стройнит ноги, как черные капроновые колготки. Конечно, плотные черные колготки тоже стройнят, но не так, как это делают прозрачные капроновые колготки. Поскольку в них, если смотреть прямо, центральная часть ножки, она всегда более светлая, более прозрачная и по бокам создается такой эффект затемнения. Что-то наподобие силуэтных платьев, когда по бокам такие черные вставки и это зрительно делает ножки намного тоньше. Я просто обожаю черные капроновые колготки, но нужно понимать, что это определенно добавит сексуальности вашему образу и это может быть уместно не всегда. Поэтому если вы хотите как-то нивелировать вот эту излишнюю сексуальность в образе, то я всегда советую, как и в случае с такими спорными элементами, как звериный принт в одежде, как черная лаковая кожа, я всегда советую играть на контрастах. То есть вместо, например, обуви на шпильке подобрать грубые ботинки, вместо, например, облегающего платья подобрать уютное вязаное платье. Но опять же повторюсь, это именно если вы не хотите добиться вот этого сексуального эффекта. Плюс колготки обязательно должны быть матовыми. Вот что касается капроновых полупрозрачных колготок, они обязательно должны быть матовыми, потому что вот этот блеск, он смотрится очень дешево, очень безвкусно. Особенно провально может получиться, если вы наденете такие колготки на какое-нибудь вечернее мероприятие, где будут фотографировать со вспышкой, например. Еще один способ, если вы хотите надеть черные капроновые колготки, но избежать вот этого пикантного эффекта, вы можете подобрать колготки в мелкий горошек. Они сразу смотрятся очень мило, кокетливо, но это должен быть супер мелкий горошек, даже, я бы сказала, такая мелкая точка хаотичная, разбросанная на большом расстоянии, чтобы это не смотрелось слишком приторно. Такая спорная, болезненная тема, как телесные колготки. Я очень много от вас получала вопросы, как именно я отношусь к таким колготкам. Если вам интересно конкретно мое мнение, я против телесных колготок в своем гардеробе, я их не ношу, но я прекрасно понимаю, что есть жизненные ситуации, есть определенный рабочий дресс-код, когда мы попросту не можем отказаться от таких колготок. И в таком случае идеальные телесные колготки, это, во-первых, супер тонкие колготки, то есть с минимальным количеством дэн, да, они будут более уязвимые. Вообще, когда я надеваю такие супер тончайшие колготки капроновыми, я всегда в сумочке с собой есть маленький прозрачный лак для ногтей, чтобы, если вдруг появится какая-то зацепка, быстро спасти ситуацию. Итак, во-первых, колготки должны быть супер тонкими, во-вторых, колготки должны быть супер матовыми, то есть если это касается телесных капроновых колготок, то это еще важнее, чем с черными капроновыми колготками. Они должны быть аж такие пудровые, и в-третьих, они должны идеально подходить под ваш тон кожи. Конечно, в холодное время года такие колготки вас не согреют, да и в принципе вот этот эффект голых ног, он будет крайне глупо смотреться в сочетании, например, с пуховиком. Но и черные колготки подходят далеко не подо всю одежду, я прекрасно это понимаю, и в таких случаях я очень советую подбирать кофейные колготки, например, в красивом цвете мокка. То есть чтобы они оставались вот в этой бежево-коричневой гамме, но в то же время, чтобы не создавалось ощущение того, что вы просто неудачно подобрали телесные колготки. То есть это не должно выглядеть, будто вы на белые ноги, да, натянули колготки с эффектом загара. Это должно смотреться именно как цветные капроновые колготки. Вообще, помимо кофейных колготок, это могут быть любые цветные колготки, которые подойдут под вашу одежду. Я знаю, что тема цветных колготок для многих весьма сложная, многие их побаиваются, но не стоит этого делать. Мы сейчас с вами поговорим, как правильно подобрать цветные колготки, чтобы ваш образ получился 100% удачно. Цветные колготки сейчас очень в тренде, но если вдруг вы боитесь излишней яркости, как, например, я, или просто вы не хотите добавить дополнительного объема своим ногам, то просто выбирайте колготки таких темных, благородных, припыленных оттенков. Мне очень нравятся цветные колготки у итальянского бренда Minimi, да и, в принципе, не только цветные, практически все мои колготки от этого бренда. У них отличное соотношение цены и качества, у них есть широкий пояс, есть хорошая качественная ластовица, плоские швы, микрофибры в составе, в общем, все вот эти факторы, которые для меня важны при выборе колготок, плюс у них достаточно бюджетная цена, и в магазинах они в свободном доступе. Самое главное правило для меня при сочетании цветных колготок, это они должны быть в тон обуви, либо они должны быть в тон верхней одежды, то есть юбки, платья или даже брюк. Кстати, многих волнует вопрос, как зимой сочетать укороченные мам-джинсы или кюлоты. Ну, во-первых, это сок-бутс и длинные ботинки, да, это, в принципе, очевидная вещь. Но если вы надеваете кюлоты, к примеру, с укороченными ботильонами или кюлоты с кроссовками, то вот эта голая часть ноги, ее могут занять цветные колготки или цветные носки, и, как я уже сказала, они должны быть либо в тон обуви, либо в тон брюк. Это делается для того, чтобы не урезать пропорции фигуры, зрительно не полнить, не укорачивать свои ноги, или еще без прегрешного варианта, это сделать полностью монохромный такой в одном цвете образ. Бывают ситуации, когда вроде бы минималистичный образ, и он состоит там из двух цветов, но если эти цвета расположены так, что цвет колготок не совпадает ни с обувью, ни с верхней частью, то это автоматически, можно сказать, провальный образ, потому что он очень сильно испортит пропорции. В идеале, вообще, чтобы не промахнуться с цветными колготками, лучше всего составлять такие очень простые образы с минимальным количеством вещей, например, чтобы это была не юбка плюс кофта, а платье. Второе правило, которого я обязательно стараюсь придерживаться, это чтобы низ был темнее, чем вверх. То есть, в принципе, это могут быть разные цвета, но низ должен быть темнее или такого же цвета. В принципе, это правило соблюдать не обязательно. Мы, например, часто можем видеть на тех же показах мод образы по типу черное платье и ярко-желтые колготки, но просто нужно отдавать себе отчет, что в данном случае вы определенно добавите объема своим ногам. Очень худенькие девочки, которые, например, хотят добавить этот объем, они могут как раз-таки использовать это правило в обратную сторону. Что касается градиентных цветных колготок, то здесь немного обратная ситуация, поскольку ноги в верхней части, в ляжках, они у нас больше, чем в икрах. И в данном случае темный цвет на колготках должен располагаться сверху, а светлый цвет снизу, чтобы нам не превратить ноги в так называемые морковки. И еще парочка таких важных правил, которые касаются всех колготок, и цветных, и черных. Также в случае либо с обувью, либо с верхом одежды должна совпадать фактура. То есть, что я имею в виду? Если у вас теплые колготки, негладкие, да, к примеру, шерстяные колготки, то обувь должна быть не кожаная, а, к примеру, замшевая. Либо юбка должна быть не кожаная, не шелковая, я не знаю, а шерстяная, либо тоже замшевая, либо какая-нибудь вельветовая. И так же, как и в случае с более темным низом и с более светлым верхом, только немного в обратную сторону, плотность низа должна быть меньше, чем плотность верха. То есть, если на вас тоненькая платьица, пусть даже она совсем не летняя, но если она такой легкой летящей текстуры, то колготки должны быть еще тоньше, чем верх. То есть, это ни в коем случае не должны быть теплые шерстяные колготки. Если же у вас плотные шерстяные колготки, то верх должен быть еще плотнее, еще утепленнее низа. То есть, это может быть какое-то объемное теплое вязанное платье, очень плотный шерстяной жакет. В общем, на этом сегодняшнее видео подходит к концу. Получилось достаточно длинным, но я очень надеюсь, что информативным и полезным для вас. Пожалуйста, дайте знать мне в комментариях, понравилось ли оно вам. И я благодарю вас за просмотр, желаю отличного дня. До встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok